всем привет всем привет всем привет надеюсь произошло это чудо наверное в течение уже минут 20 30 точнее 26 минут уже пытаюсь запустить этот чудный прямой эфир постоянно на ю тюбе какие-то вносятся непонятные изменения доработки переделки делаю все что делал прошлый раз вроде все отлично делаю а все равно по факту какой-то творится чудный бред и не получала запустить стрим вот вроде стрим у нас пошел вижу люди даже немножко подходит три человека было 52 отошло значит ладно пока народ собирается в общем то кто будет смотреть это видео привет тоже да это виталия вот значит пока расскажу о чем будет сей стрим о чем будут у нас идти разговоры на нем и наверное сделаю небольшое вступление в общем-то разговариваем мы в нашем чудном телеграме нашем канале чате точнее канала и оказалось что многие люди хотя и смотрят уже канал но до сих пор не в курсе принципа работы иммобилайзера и вообще что это за чудо и на хрена она надо в этих чудных машинах поэтому в общем то было решено провести стрим заодно было решено при этом и она была решена значит рассказать что такое иммобилайзер и зачем их иногда надо отключать зачем иногда их не надо отключать принцип их работы рассказать заодно навеска заодно чтобы поняли принцип работ когда надо править эмулятор когда во флэше изменяются данные ну грубо говоря пройтись по принципу работы иммобилайзера что это чем это едят и зачем это надо привет эльдар а значит расскажу значит по порядку пока собирается народ кто будет смотреть потом записи думаю будет интересно у нас как бы две минуты до восьми часов по нашему времени здесь у нас поэтому расскажем вообще что такое иммобилайзер вообще с английского значит называется как останавливать и примерно так значит принцип его работы какой это в общем то безопасность чтобы не угнали автомобиль почему его иногда стоит отключать понятное дело на новых машинах делать это наверное не стоит это стоит больше к тем машинам которые уже не столь подвержены будут угону потому что в общем то проводка там уже и блоки не совсем новые все подуставшие несколько поэтому в общем то его иногда отключить будет более правильно чем каждый раз ремонтировать и тратить на это непонятная сумма денег вот это почему все-таки иногда надо отключать иммобилайзера конечно можно брать и новые автомобили отключать также и на новых автомобилях почему надо отключать иногда новых автомобилях по причине того что во первых у хозяина автомобиля может стоять более мощная защита крови к этому мы еще вернемся дополнительно также у в общем то восстановление иммобилайзера привязка ключа может стать по стоимости довольно большая сумма денег именно если брать новые автомобили конечно и по старым тоже возвращаясь к этому нюансу может стоить в общем восстановление иногда дороже даже самого автомобиля так и теперь поговорим немножко о принципах иммобилайзеров значит когда они были еще первые самые первые придуманы можно сказать так и себя представляла вроде такого ключ к значит один либо два контакта по сути в общем можно сказать то что было если может быть когда-то помните контактные домофоны в квартирах домах подходишь там железной такой штучкой присоединяешься и соответственно но срабатывает самые первые эти системы защиты себя по сути представляли но откровенно говоря там стоял сопротивление с конденсатором это самые простые были в общем то базировалась на том что есть сопротивление соответствует необходимо то она отрабатывает там релюха срабатывает получается по цепочке в принципе кнопка старт-стоп уже выкладывал этот принцип то есть грубо говоря если мы поднесли релюха замкнулась и осталась постоянно замкнутой то и зажигание там включилась уже дальше после этого либо насос вот это начиналось с обычных старых контактных иммобилайзеров потом уже конечно начали ставить кодированные тоже механические после этого пошли рф айди по сути говоря то что сейчас используется можно сказать метка но сейчас метки в основном используется уже подносить их не надо к приемнику как домофонах кстати у меня было одно видео где на машинку я оставил уже сигнализацию на основании рф айди сделанного ну вот из домофонов ского ключа где-нибудь там я думаю на канале в самых первых видео найдете там рф айди метка помчит такое название было на nissan тирана сигнализации лиза из рф айди что такое вот название было я думаю в принципе есть интересно потом посмотрите найдете может быть потом под видео даже сделала ссылку на этот видос вот значит дальше развиваем ситуацию после этого иммобилайзеры начали монтировать уже включив сами понятное дело что бесконтактки тогда еще не было тогда транспортеры себя представлял керамическая либо стеклянная такая маленькая штучка было ли у меня уже обзоры тоже на канале можете открыть посмотреть я покажу что это такое были айди 13 это самые первые наверное одни из первых можно сказать на вагах стояли после этого пошли 79 34 79 35 79 36 ну и в общем то их большое очень количество разных относительно большой если интересно сделаю обзор конкретно по транспортером какие бывают какие куда чего опять же если допустим брать машинку ровер и вот у нас пошли там был радиоканал то есть машинку надо было снять центральный замок открываем она принимается и тогда система давала разрешение на запуск опять же братья сети жире но помните старые старые древние где тронтиром можно было считать пин выдергивать там был инфракрасный иммобилайзер то есть висел под потолком сверху приемник видит такой как бы яйца половинки такого можно сказать по форме немножко похоже и инфракрасным сигналом снимали то есть ключа трансподера еще не было потом пошли уже привет вела это наши гости кстати да вот черногории вилла леонардо максим тоже приветствуем вот значит пошли такого рода иммобилайзеры также стоит обратить внимание наверное на мерсовские ключи рыбки честно говоря до них никого не припомню чтобы кто-то делал это ранее там у нас получается можно сказать двунаправленное кодирование то есть там получается и радиосигнал и инфракрасник то есть мы вставляем ключ в замок далее у нас получается что стекляшка увидела сигнал привет алексей после этого у нас получается привет вадим у нас получается радиосигнал питания поэтому в общем то даже если сел аккумулятор либо батарейка включая то ключ все равно будет работать такая вещь волшебные под названием индуктивность вот и от этого сергей привет кстати тоже появляется в общем то питание на этом ключе вот такие вот мерседесовские а потом пошли всякие такие чудные ключи типа 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 бесконтактные сами знаете как бы тоже они дублируются удочка закидывается такая волшебная вещь в общем то мне кажется это самая малозащищенная система потому что она в общем то легко через удочку закидывается вот это мы прошлись пока по значит принципу работы иммобилайзеров вообще какие они были чего это начиналось и куда это пошло вот так что делается штатный но когда устанавливаешь и master line вот это уже зависит от того какая скажем так машинка если машинка старовато и можно сказать не подвержена ежедневным угоном то мне кажется ну оставлять родной никто не мешает если необходимо ставить тот же обходчик иммобилайзера по сути то мне кажется наличие обходчика иммобилайзера в моем понимании есть сигнализация идет с автостартом там допустим либо что-то подобное то обходчик иммобилайзера это по сути скажем так бюджетный вариант его отключения потому что найти в общем то транспортер который стоит даже размыкается релюхой перекидной через эту сигнализацию найти его мне кажется проблемы угонщику не составит тем более если угонщик наблюдал за этой машиной не первый день и не первый день и скажем так пасет чтобы дернуть однозначно он будет знать что ты машине установлен автозапуск и зная эту информацию в общем то мне кажется ему завести эту машинку не составит абсолютно никакого труда опять же чтобы не говорили про чудные сигнализации starline помнить время очень плотно засирали шерифов сами шерифов шарханов нет шерифов до шерифов засирали что они типа открываются starline и открывались точно так же в общем то не буду говорить за самые новые с ними в общем то я от starline of немножко отошел сигналки я вообще давно не ставлю но starline и ну это мое личное мнение я не буду никому ничего доказывать но я к starline отношусь довольно предвзято мне они очень мне нравятся очень мне нравится мне не знаю или пандора или шархан или уже если просто как открывать к то обычный шериф мне кажется намного ну скажем так более надежная своей работоспособностью потому что по starline не буду говорить в самих анализациях делали бы установщиков но большая часть машин которые скажем так вот когда хапун пошел на территории россии с курсом доллара этот был на беларусь потащили огромное количество машин и 90 процентов машин которые приходили если вдруг они перестали переставали заводиться однозначно привет заур значит основная причина по незаводке это был именно starline starline снимался машинка ездила дальше катался я не буду говорить что это однозначно проблема starline а самого как сигнализация может быть эта проблема были установщиков может еще что но скажем так с пандорами которые приходили машины или шерифами или шарханными или даже с апс они этими старыми ни одного такой ситуации я не встречал как было это со старой не может просто starline ставят на большое количество машин не знаю это я доказывать не буду это мое клуба личное мнение вот в общем то по сигнализациям что я могу рассказать по этому поводу так итак вернемся дальше к иммобилайзером отключим вы кстати вот там вот внизу задавайте свои вопросы я-то буду рассказывать у меня еще материала есть некоторое количество но я думаю у вас тоже есть какие-то вопросы которые вы хотите узнать по иммобилайзером и так вернемся значит с чего начиналось поначалу поймать лазер у нас есть такая волшебная вещь блок управления двигателя но представим что он здесь лежит у меня значит кроме него у нас есть был точнее сначала отдельно ставился блок иммобилайзера вот в первую очередь само собой эти два блока должны иметь были синхронизацию друг с другом кроме того в блоке иммобилайзера кроме того должны быть были прописаны ключи а кстати еще забыл строенный peugeot в общем-то на них стоит ставился еще иммобилайзер с клавиатурой ввода то есть необходимо было вводить код знать что у нас было поэтому иммобилайзер у прошивка именно и код хранился в блоке управления двигателя были такие ситуации что человек в общем-то снимал заведомо рабочей машины эту клавиатуру подтыкал где он не знает код понятное дело кода той машины не подходил потому что код находился в блоке управления двигателя вот большинстве машин код и прописанные ключи все-таки находились блоки иммобилайзера это вот у нас такое было исключение значит после этого но как я уже сказал ключ должен был быть прописан в блоке иммобилайзера и у блока иммобилайзера была синхронизация с блоком управления двигателя а какая у нас происходила картина блок управления двигателя мы включаем зажигание приходит питание туда и туда блок управления двигателя спрашивают иммобилайзера говорит можно заводиться тот говорит чат подожди я узнаю делает сам запрос ключу получает верный ответ от ключа и соответственно передает блок управления двигателя разрешение на заводку вот кстати сейчас я вам расскажу и для чего у нас были необходимы периодически и эмуляторы такая чудная вещь поэтому мы с вами дойдем смотрите что у нас получается по отключению иммобилайзера одну на дальнейшее уже у нас уже закончу эту историю у нас получается отдельно блок иммобилайзера начали убирать из машин постепенно и вместо него уже использовали допустим если брать ваги но это volkswagen audi skod 10 и уже начали использовать приборную панель то есть иммобилайзер ставили уже в нее ну в принципе не только в этих машинках но эти машинки на сколько я обращал внимание все-таки первые пошли далее в общем-то блок иммобилайзера начали ставить бы с и то есть комфорт модуль можно сказать салона это вот где предохранители там все трое на те же peugeot потом начали уже делать более серьезную защиту от заводки и дублировать опять же синхронизацию между многими блоками и приборную панель и бы с и подписывать и все-все-все остальное вот это если в общем-то вкратце что такое иммобилайзер значит какие он выполняет функции значит самая простая вот самая первая которые шли которые дополнительные ставились которые также по заводу некоторые были они у нас тупо блокировали значит включение насоса топливного вот дальнейшие пошли кстати вот так же упустил на дизеля как лукас и боши у нас еще оставили на рено это очень часто использовалось да не только на рено в принципе строя на пижок где были тупые насосы еще не умные у нас стоял электромагнитный клапан отсечки шутов которые у нас значит клапан который перестает подавать топлива на дизеляках значит он стоял кодированный клапан то есть грубо говоря на него приходило три контакта вот приходил один провод это у нас понятное дело питание по зажиганию один провод был масса и один провод был именно кодированный то есть когда еще в машинах не было мозгов безмозглые были такое тоже у нас в общем то либо с клавиатуры вот эти которые мы выводили код должен был соответствовать клапану отсечки коду либо в общем то уже с мозгов либо уже с ключей уже потом некоторые машинки пошли тоже на этот клапан шло управление грубо говоря когда клапан уже не мозги а сам клапан делал запрос в систему ну либо наоборот получалось что мозги давали этому клапану разрешение на то чтобы открыться и подать топливо также на многих машинках самом блоке управления двигателя происходит блокирование грубо говоря он не получает разрешение от иммобилайзера по результату но самая простая функция программной блокировки это чтобы мозги блок управления говоря по умному не увидел оборотов коленвала то есть датчик коленвала на самом деле крутится но самая частая система когда мы заходим в показания в характеристики мы просто не видим оборотов вот люди не знающий сразу начинают лезть меня датчик коленвала проводку передергивать а по на самом деле нет разрешения на запуск так диагност про привет интересный канал всегда смотрю что скажете про транспортер в руку под кожу например файди или автомобильный случайно увидел по телевизору хорошая идея допику всему можно сделать скажем так есть даже часы не чесете кольцо которое сейчас очень активно начала распространяться на нем можно и свои кошельки держать и так далее на алике очень сильно скажем так развита его продажи цена вообще смешно на этом что уровень 20 долларов было но я скажу честно вокруг него я сначала активно ходил думала надо купить прикольная штука но я вот вокруг него уже скажу откровенно года три или четыре хожу мне кажется в моем личном понимании это крайне ненадежно это крайне ненадежно мне кажется по результату когда все находится в цифре я вот допустим свои основные пароли и все держу в голове вот некоторые конечно я дублирую но ни в коем случае них они их цифре потому что как бы это ни было таким мы правильными не были даю 99,9 процента что у всех подряд у большинства во всяком случае точно стоят отломанные какие-то программные продукты на компьютере в телефоне где-то еще как бы это все красиво не звучало это все доступ к вашей информации у кого-то она может быть ценная у кого-то менее ценная поэтому но скажем так если вас не трогают не дергают пароли нигде сохраненная которая там где-то в кэше сохранена или так далее ведь не знать что их никто не знает просто вы не настолько ценны для того кто имеет доступ к вашему оборудованию поэтому я считаю что всякие тиры файди метки это очередная просто дырка ваш карман собственно вот и все если она есть у вас эта метка до стрим будет записи сварка металлов будет оставлю надеюсь не сотрется стрим вот поэтому я считаю что все эти электроника которую носить в руке где-то вшитую там в том же телефоне это очередной доступ все он докрептовать в свое время вспомните говорили что pgp это типа никогда не взламываемая система нормально сто двадцать восьмерку ломанули наверно года через полтора открыли хотя ходили вокруг нее лет пять шуте pgp не открывается ну так что я считаю что это все такое примерно есть ты подходить научно в свое время говорили что телега телеграмм типа это мега защищенная система там типа это дуров и и сделал мега защищенный которую никто никогда не сломает он фсб не отдаст ее и так далее и тому подобное или кому-то мы ли фбр не знаю что мы этим занимается кто у него просил это все по сути я считаю что на самом деле на самом деле это псевдоуверенность себе и тогда людям говорят что там свобода никто вас смотреть не будет то на 90 процентов вас там смотреть будут еще больше но это мое личное опять же сугубо личное мнение общем-то опять же законом икон нарушаем это просто я высказываю свою точку зрения что я вижу во всяких этих электронных системах защиты вот так вот если подходить спроста вот значит вернемся немножко мобилайзером вы пока тоже пишите там задавайте вопросы так спасибо за ответ расскажите много а крипто и как-то шифруется ну к этому мы все я думаю крипто вернемся есть интерес есть или крипто все-таки вопрос про транспортер был если про транспортер и внизу напишите задавал напишите тоже потом в комментариях под видео но не здесь вот в чате внизу потом после видео напишите внизу свои вопросы по этим вопросам я думаю мы замутим еще коим стрим хоть с настройками этих стримов какие-то мутные вещи творятся но я думаю разберемся а вот и по крипто и по валюте можно будет поговорить хотя не совсем профиль канала если интересно и про криптованные транспортеры ну кодировку сама иммобилайзеров тоже можно будет поговорить сделать некоторый обзор по этому поводу вот пока значит вернемся немножко к иммобилайзером а значит что у нас получается дальше самая частая проблема я уже говорю обрубали у нас насос потом начали датчик коленвала что думал что нельзя сейчас дополнительные всякие системы делают бит скажем так машинка якобы пытается завестись глохнет либо трогается глохнет но это псевдо обман псевдополомки мне кажется это самое надежное когда человек уже расслабил кишки свои вот поехал такой спокойно который угонял машина она тут стало а ему приходится можно сказать передумывать все по новой вот вернемся значит к процессу отключения иммобилайзеров как я уже говорил если на машинке стоит какая система другая более надежная либо значит может быть не более надежная но машина стоит уже таких денег что ну на вторчермет ее просто завести пора ну либо доездить пенсионеру то мне кажется пенсионеру на нет иммобилайзер ну на хрен не упал общем по большему за эти проверки привязки ключи он будет только каждый раз платить деньги ну так я шить калькулятор и продаю которые работают с оранжем но типа к нему приписаны но можно использовать их и без оранжа вот сам программатор не надо туда можно совать файлы и файлы уже пересчитывать по этим калькулятором но единственное что только не получится с ренессансом работать как бы с этими самые вот микруха мечтать писать без апельсинчика вот ну про калькуляторы поговорим отдельно тоже интересно сделаю видео а значит так опять отошел немножко в сторону про иммобилайзеры вот поэтому я считаю как бы там некоторые жадные люди не кричали что вот отключать это зло ты у людей хлеб забираешь почему забираю хлеб машин что меньше делается чем было раньше если на ком-то пенсионере уже не будешь наживаться отключим иммобилайзер не будешь каждый год ему или там полгода с него брать деньги за привязку слетающих постоянно ключей так что это что там плохого но это опять же мое личное мнение привет перед перси понял длинное имя хлоп а вот поэтому я считаю что в общем-то она некоторых автомобилях отключать иммобилайзер это не за зло в общем-то правильное решение чтобы упростить задачу это не та машина которую будут угонять то же самое что снимать сигналку это зло если она плохо работает в общем то это та же абсолютно картина тар сигнализация которая устарела которая нормально не работает на автоси так как же еще я обещал по удалению иммобилайзеров рассказать значит на некоторых машинках иммобилайзер удаляется с помощью прошивки иногда делается во флэше иногда в епроме иногда ставится эмулятор в чем разница значит на более новых машинках когда у нас все конфигурации добрый вечер сергей а значит когда у нас все конфигурации хранятся уже во флэше то самый простой вариант именно во флэше и сделать обход иммобилайзера перешагнуть просто через этот участок где делается проверка более старых машинах скажем так можно делать и так и так и через флэш и через гипром пересчитывать прошивку почему почему просто старыми флэшами сейчас не всегда удобно работать потому что там в общем-то эти ультрафиолетки старые сейчас даже программатор найти даже ультрафиолетовую лампу старую флэш эту затереть ну скажем так у некоторых мастеров это вызывает некоторую сложность вы кстати да я напоминаю еще раз пишите там комменты вопрос свои задавайте сбоку вот буду тоже на них отвечать значит почему на некоторых машинах не работает только flash там гипром программный продукт почему надо ставить еще эмулятор что по сути такое эмулятор вообще по сути значит на этих машинах машины скажем так которые шли небольшим потоком со слетающими иммобилайзерами привет графин пост вот не часто шли со слетевшими иммобилайзерами пересчитывать раскладывать прошивку на составляющие откровенно говоря не имела никакого смысла поэтому используется эмулятор что это такое по сути у нас есть ключ у нас есть иммобилайзер как я говорил есть блок управления мы берем ключ и берем иммобилайзер и берет берем как отдельный элемент и как второй элемент берем именно блок управления двигателя вот этот скажем так ключ с иммобилайзером мы выкидываем место него ставим эмулятор эмулятор по сути выполняет ту же самую роль а как понять как сделать правильный эмулятор я обещал также рассказать самый простой вариант если у нас значит считается по кану бегают данные между им самим иммобилайзером блоком управления двигателя мы вешаем кан анализатор вешаем осциллограф классический и смотрим какие у нас сигнальчики в какую сторону бегут при правильном ключе при правильном белой зере при неправильном ключе неправильном иммобилайзере и соответственно все это чудно записываем на бумажку виде файла ну записываем виде скажем так лога вот потом садимся все это чудо аккуратненько разбираем смотрим как она работает при правильном подключении и по результату что мы имеем правильно мы собираем эмулятор на пик контроллере либо на в общем то систем различных целый мешок на чем собираем на чем удобнее для данной ситуации по результату прописываем значит этот эмулятор чтобы делать универсальный под в внутрь этого блока управления то есть прописывал как иммобилайзер с ключом по сути получается то же самое и просто подключаем его и ушло грубо говоря для того чтобы было все проще ставим сам эмулятор внутри блока управления главное не цеплять сам иммобилайзер потому что они начнут конфликтовать друг с другом и будет твориться ну далеко не лучшая ситуация если они начнут друг другом ругаться а есть тем более в этой связке у нас еще в передачу плавающий код как мерсах то это извините за выражение будет полная задница вот они поругаются опять все это чудо заблокируется если мы берем более старые автомобили где обмен данными проходил они пока мшине а по другим различным протоколам соответственно там канализатор нам уже толком не поможет там поможет такая вещь как обычно осциллограф смотрим какой сигнал чешут с одного блока в другой и это дело просто но скажем так решаем потому что допустим если брать некоторые очень 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 старые машины у нас иммобилайзер просто посылал определенный сигнал опять же везде разный но постоянно одинаковые не буду называть машины это и так в принципе не сложно будет узнать при желании если желание будет значит допустим три единицы нолик три единицы нолик надо я пример просто привожу и когда блок управления двигателя видит эти три единицы нолик он просто разблокируется ему по большему фиолетово значит от чего это пришло от родного иммобилайзера не родного просто когда мы вставляем родной ключ в родной иммобилайзер то иммобилайзер отдает эти например три единички нолик есть вставляем не родной ключик он может давать две единички 20 ну и соответственно мы уже блок управления двигателя не разблокируется ситуациям это я опять же просто привел живой пример как это делалось на старых машинках на некоторых соответственно мы видим этот сигнал и уже собираем генератор импульсов тоже чтобы он давал именно такой сигнал какой нам нужен для разблокировки вот такая вот картина это про эмуляторы то есть грубо говоря если машина часто приходящие и есть время возможности желания просчитать под него прошивку тогда делается прошивка если это вызывает какие-то затруднения то соответственно вешается эмулятор почему почему иногда невыгодно делать прошивку я скажу проще сейчас уже на работные калькуляторе есть есть какие-то определенные технологии есть расписанные прошивки многих машин а где видно в каком месте что находится в самом дампе поэтому там все меняем почему за некоторые машины которые приходили редко ну в общем то не стоит браться для редактирования прошивки потому что те машины должны на которой есть калькулятор дегратируясь прошивки она одну машину сделать занимало неделю две-три некоторые по полтора-два-три месяца делались сами прекрасно понимаетесь при нынешней стоимости изготовления того же эмулятора отдавать там месяц работы на просчет какой-то машины это становится абсолютно не рентабельно просто это никто денег не заплатит за то что сделать отлом какой-то машины под которые нет калькуляторов нет технологии уже проработанных поэтому в общем-то ставятся эмуляторы наши эмуляторы иногда оставить проще так пошли вопросы ford transit после привязки ключей не заводится 164 фип мая функция внутренняя исправность насоса впрыска 0 миллисекунд может ли быть связано с иммобилайзером вся после приваски и мы не мигает и стартер крутит может быть так чем клали ключи от этого зависит от во первых во вторых скажу немаловажный фактор по ford am по ford am минимум должно быть два ключа прописано в машине если прописали только один ключ он будет принимать иммобилайзер все будет четенько на машина будет хрена заводиться смотрите внимательно сколько ключей прописано в самом блоке если прописан один ключ она будет восприниматься на заводиться не будет ford am это немаловажный фактор должно быть всегда прописано минимум два ключа можно три четыре пять два но не один один ключ в общем то это может быть связано частично так песок и так мое личное мнение я люблю кису но кис больше чем тоже котлету например она же галета и некоторые другие программаторы почему я хорошо отношусь кисе потому что была куча машин ну не куча но некоторое количество которые после флеширования кисой бывало заваливались но пока кисы их всегда восстанавливал не было ни одного случая чтобы заваленный кисой машина из бокопа не ожила но просто ни одного случая не было после галеты по себе синие такие но и не буду называть другие коммерческие флешеры такие ситуации были когда заливаешь что-то кривое машина не заводится заливаешь бокоп машина как не заводилась так и не заводится дальше после кисы таких ситуаций у меня не было поэтому кисе я отношусь даже китайскому отлому есть он ровный отлом я отношусь с уважением на ю тубе знаете есть люди которые восстанавливают даже китайские кисы которые плохие ну либо можно посмотреть куча где роликов просто роликов на технических форумах есть куча информации где можно посмотреть какие элементы в плохой кисе надо поменять мне кажется это проблема ну по программам так ирина кипиш а про программе по удалению гр на старых авто ну наверное эгрим овер и какие-нибудь может быть вольта я откровенно скажу эгры и сажи катализаторы это не совсем мой профиль я пробовал некоторое время работать с конторами в общем-то да я могу это и сам делать но я не хочу за это браться потому что я вижу картину так если я стираю просто появление ошибок допустим и гигр там на катализатор насажек это одно но дури перекрутить машине не имея к ней самой доступ вот если машина где-то находится холера знает такое расстояние делать мне прошивку крутить мощь это мне кажется это не совсем правильно потому что я считаю что в данном случае если мы работаем системы впрыска и прочим надо чтобы машинка была где-то рядом и чтобы доступ закатить ее на дина стенд потому что все эти замеры с gps трекерами и прочим но моем личном понимании это не совсем верный подход к тому чтобы чиповать тачку некоторое время работал с конторами довольно известными которые занимаются именно чиповкой не лучше скажем так воспоминания и были даже два конфликта с подписчиками зрителями деньги конечно вернул но скажем так дури добавлять в машину я не хочу никому из подписчиков зрителей я клиентов не имея доступа к машине чтобы я и не мог закатить на дина стенд я прошивки именно по чиповки делать не буду это не просить игр с али катализатор задушить могу остальное нет 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 то есть не имея доступа к машине либо под вашу собственная ответственность если хотите вот собственно такая картина потому что мощности я прикручивать к машине не имеет не доступа повторюсь еще раз не буду просто не буду все только если сами на себя не возьмете ответственность за это так дальше праги по удалению а эмулятор на чем и как собирается можно кратко а все зависит от того какой эмулятор а во первых мы работаем с одной очень известной конторой которая занимается продажей эмуляторов у нас есть их старые модельки новые кроме того делаем эмуляторы сами все зависит от того на какую машину и на но для каких целей потому что для одной машинки можно собрать симулятор на одной контроллере на другой на другой и так далее и тому подобное все это довольно относительно довольно разное поэтому нет ничего универсального есть так добрый вечер иван иван тоже добрый вечер опыт обхода и мы с рыбками 210 211 до через эмуляторы в общем-то этот вопрос решается сейчас по 211 в общем-то работаем человеком с одним тут я не сам писал эмулятор но скажем так были хорошие нюансы от него брали уже у него эмуляторы его разработка самым с клиентами не работает работает только но скажем так с организациями которые вот ну типа вот нас скажем так может быть очень крупные стас как которыми он тоже сотрудничает с клиентами он вообще не имеет никакого контакта в общем-то до эмуляторы не дешевые говорю сразу но по ним вопросов не было это вот по 11 по 10 у нас уже свои были вот такая вот картина так ромер тсв приветствую добрый вечер можно как проге 100 что им лучше делать ну я скажу сразу я свой карпрок свое время купил чисто для пилей он офигенский а в то время был единственным программатором который лучше всего прочего обнулял блоки как знаете блок управления двигателя на пельков вот эти которые идут у нас надо обнулять делать из него вирджина а если полезть внутрь там на все на тоненьких сопельках таких висит нормально в общем то тоже не сделать а карпрок это дело делал в общем-то гениально и тогда я взял сначала китайца потом докупил еще оригинала он у меня отбился ну наверное месяца за полтора-два по времени стоил дорого оригинал сейчас уже значительно дешевле но вместе где-то за два потому что никто этого не делал обнуление блоков карпрок творил чудеса также через карпрок очень удобно можно со многих стромонов дублировать блоки пыжиков ну там очень много полезного скажу сразу магнитолом я практически не работаю потому что времени занимает много разобрать там поднять дископриемника этот еще учениц все делать надо аккуратно занимает очень много времени а по факту выхлопа практически никакого пробеги я тоже не мотаю потому что у нас в стране это незаконно за это у нас сажают вот но что это подписывают под масштабничество а если машинка дорогая то в особо крупных ну и так далее и тому подобное хотя некоторые тип там открыто пишут что они мотают пробеги но у нас это незаконно а сюда лезть мне как-то не хочется в общем-то не та сумма денег ради которой ты рискуешь и завалить машину и поиметь тебе в общем то окна зарешеченные вот так вот поэтому про перемотки пробегов тоже не просите это я делать не буду вот так это покор пробу а ну и подушки понятное дело там тоже неплохие калькуляторы есть вот где находится и мафия от стила 16 бензина год какой по фиатам кстати по фиатам по фиатам по фиатам есть из тела тот которым я думаю то имя находится в бессы и вот но вы вообще год пишите номер двигателя хотя бы блока управления это будет более проще правильно volkswagen ради опять же вот задаете вопрос не сказали не год какой ничего прочего то есть мне тяжело угадать если допустим из годов там где-то ну 2000 каких-то там до 10 примерно брать вот диапазон то в volkswagen в приборной панели это у них самое любимое место куда они любят его совать а ну а дальше уже все крайне индивидуально вот собственно говоря по иммобилайзером мы надеюсь прошлись я надеюсь все рассказал о чем интересовались на телеграме поэтому давайте так вот пишите здесь пока свои вопросы я пока буду немножко рассказывать еще полезности всякие вот а потом не забудьте еще внизу сейчас расскажу да вот потом еще внизу напишите какие бы темы вы хотели увидеть на других наших стримах ну и заодно задавать конечно вопросы по этому стриму тоже отвечу наглости абсолютно никого не вижу star диагноз офигенно крут к сожалению в данный момент мой сдох у меня лежат 4 блока на отправку я договорился как бы человеком с конкурентом своим здесь под боком пока я свой отправил по гарантии ко мне вот пришел еще один новый из китая но поставить его времени у меня просто тупо нету тупо нету времени поэтому в общем то мне сейчас коллега один мой помог помогает star обалденная вещь star если работаете с мерсами мега обязательно надо иметь мега мега надо обязательно иметь то есть по стару ну тут даже думать нечем это нужно нужно очень нужная вещь а поэтому кстати вот тоже спрашивайтесь какие то вопросы есть по диагностическому оборудованию так как вам китайский отлом танго хотя бы кратко спасибо так по танго что я могу рассказать танго творит тоже нужные вещи единственное что по китайскому отлому 79 35 там криво намотана катушка как бы это ни говорили даже по проверенной ссылке которая у нас проверенная есть некоторые нюансы 79 35 некоторые читают некоторые не читают 79 35 транспортера что надо делать что надо делать я выкладываю уже видео есть интересно я сделаю еще раз демонстрации надо немножко подмотать катушку это на ура решает вопрос либо как вариант уже есть совсем в лома то танго пересчитать дам и записать уже с помощью за була но это если совсем лень разбирать боитесь что-то испортить делая катушку потому что там общем-то катушка это сделано родная в танге ну скажем так вот такой вот просто как дорожка на плате чтобы работала нормально 79 35 надо подматывать вот такая вот картинка по остальному танго делает хорошие вещи допустим будет видео не знаю вышло уже по моему еще не выходила еще на канале значит значит на канале на канале уходила наверно да где тангой а скутеры тяжеловесы ключ кладу вот должно быть помощью не выходила тоже довольно интересно и прокс алика честно скажу и прокс алика не пробовал просто не пробовал а сам хожу вокруг него думаю попробовать взять и сравнить самому интересно честно уже не первый человек тот спрашивает думаю может быть где-то к новому году с алика закажу для эксперименты ну будем смотреть включу два рядом буду сравнивать по китайскому старую ссылка есть я у них уже второй раз беру первый отработал наверное года четыре без проблем но сам накосячил сам накосячил сам его уволил вот второй пришел второй вроде как но под него надо ставить софт и по новым все делать прошу снес винду на стационарном компе он у меня заработал на переносном увы пока не ставил еще вот поэтому 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 конечно если это вопросы пишите задавайте вопросы расскажу все ну пока у меня и прогас алика нету поэтому наверное здесь я ничем не помогу пока что я думаю где-то ближе к новому году он будет у меня поэтому сделаю его дополнительный обзор вот собственно говоря такая картина еще раз повторюсь а значит вот здесь пока договариваем так сейчас кстати и правда алики да на алики сейчас вообще много чего подешевела упал в цене смотрю хотя сейчас новый год будет неизвестно дэлфи кстати неплохая штука а из таких бюджетных сканеров сильный просто неубиваемый зверь вот значит пока задавать здесь вопросы ставьте лайки нажимаете вот здесь вот чтобы они появились наверное это здесь у вас тоже они видны не знаю здесь не здесь вот внизу как я говорил потом в комментах напишите какие вопросы по этому стриму у вас есть какие стримы хотели бы увидеть опять в ближайшее время вот вам еще кусочек рекламы значит не забывайте что можем помочь вам в пересчете отключение иммобилайзера на расстоянии по прошивке пин по вину пин по дампу а краж погасить ну собственно вот такая вот картина вот телефоны сверху на канале где этот самый наш заставка канала вот и снизу почти под каждым видео телефон также проверенное оборудование ссылки на китайцев указывают так ford привязали x100 pro 2 ключа через розет а ну через розет вот не стоило раза делать до насос привязан там у вас кодированный стоит по ford кстати пока еще стриме не закончил он подскажу воспользуйтесь программой for scan я думаю она вам должна будет помочь сделать активацию инженерки только это тоже абсолютно бесплатно а авторы for scan а в этом вам помогут на форуме там просто введете свой код ноутбука на два месяца получите по аутеллу вадим я ничего не подскажу у меня его нету просто нету аутела нету многие его хвалят у меня его нету ярослав для чего нужен пин-код блок управления для привязки пин-код нужен для привязки блока управления к тому же иммобилайзера для ключей для тех же все висит на пинах пин-код у каждой машинке свой у некоторых конечно машин есть два кода есть логин и есть пин это немножко две абсолютно разные вещи есть допустим хендай брать киа некоторые митсубиси у них есть логин и есть pin это немножко разные вещи вот форска нам и мы привязки лучше и проще не зуда однозначно по фордам форскан творит чудеса все верно написал кстати да по фордам это очень сильный программатор ну что ж будем наверное завязывать с нашим стримом спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк побольше лайков внизу я вам уже говорил что писать пишите значит комментарии по этому стриму вопросы задавайте пишите темы какие увидите хотите на следующих стримах ну и прочее и тому подобное был всех вас рад видеть кто особенно проявлял активность до скорых встреч пока пока молния как всегда такая ну нет и и сегодня все всем пока ждите видео на нашем канале сейчас они будут почаще пока пока всем тоже здоровьев успехов хороших клиентов положительных чтобы ваши машинки не ломались